Всем привет, с вами Ира Краш, мы продолжаем проходить Pathfinder Kingmaker. Что ж, как вы помните, в прошлый раз мы с вами тут занимались всякими баронскими делами, опять же, помогали нашим мастеровым, которые, по-моему, у всех у них какое-то темное прошлое есть. Я вот смотрю так странно. Ну и в какой-то момент к нам пришли взволнованные Октавии и Ригангар, и такие, чувак, там в таверне братец из техно-лиги, который здесь что-то вынюхивает. Естественно, техно-лиги разгуливать просто так мы не позволим. О, Гасов наконец стоит в своем павильоне. Что ж, продадим ему 17 тысяч по рукам. Нам чуть-чуть осталось, и хватит на чудо-сумку. У него же она? Или у другого чувака? Блин, чудо-сумка. Как же мне хочется ее купить. Ладно. Книжки начали появляться. Может, это дело рук все же вот этой книгопечатницы, которую мы к нам пригласили? Ну, все равно, знаете, большинство ДНДшных, ну, вообще, готовых модульных приключений начинается в таверне. Типа, персонажи встречаются, там что-то хоп-хоп-хоп обговорили. Да что, Джабалдурс Гейт в итоге нас все равно приводит к друзьям в таверну. Надеюсь, ни для кого это не станет спойлером. Так. И в Октавии и Ригангар. Давайте поговорим с ним. Нас же они ждут, правильно? Ох, как он красиво устал со стула. И мы все пошли выяснять, что это за братец. Неприметный двор в сером плаще сидит за столом, попивая пиво. Башмачник. Ки... Блин, я сначала прочитал Кеппер, типа на английском, и только с какого-то раза, приглядевшись, понял, что это Керрик. Неприметный двор в сером плаще сидит за столом, попивая пиво. Когда вы с Октавией и Ригангаром появляетесь в его столик, он от неожиданности опрокидывает на себя кружку. Бу! Ты про нас спрашивал? Ну, так вот, а не мы. С чего ты от нас хотел? М? Я... Я... Вы что-то перепутали, я не знаю, кто вы такие. Кто ты такой, и почему интересуешься Октавией и Ригангаром? Вы ошибаетесь, я простой башмачник. Ригангар бьет кулаком по столу с такой силой, что чуть не проламываются ножки. Не вешай нам на лапшу, падаль. Начинай говорить, или я начну отрубать тебе пальцы. Не надо, не надо пальцы, я все скажу. Меня зовут Керик, я скромный слуга маэстро Джануша. Увидев, какое выражение на лицах Октавии и Ригангара вызвало это имя, двор бледнеет и выжимается в стул. Вы его знаете, да? Так, знакомый немножко. Ну и зачем он тебя сюда прислал? Я был рабом. Долго и верно служил маэстро, и наконец он подарил мне свободу. Он обещал мне много денег и билет в горы пяти королей, если я выполню для него несложное задание. Выясню, живут ли в столице полуэльфи, Коктавии и полуорок Ригангар. И если да, то как их можно найти? Ума не приложу, почему он отправил на это задание меня. Я ведь не шпион, я простой башмачник. Октавия, ты ему веришь? Как ни странно, да. Он скорее похож на обманутого, чем на обманщика. Использовать людей в темную, не говоря в чем их истинная миссия, очень в духе Джануши. Я думаю, он скорее не шпион, а приманка. Ригангар, ты ему веришь? По-моему, этот слезняк ворет, как дышит. Башмачник он, как же! Все знают, что у технолиги не хватает нормальных шпионов, поэтому они шлют на задания башмачников, кашеваров и водоносов. Вот что, давай-ка протащим его за бороду от городских ворот до дворца и обратно. Может, что-нибудь поумнее придумает. Скажи-ка, Керик, ты знаешь, где мы можем найти этого Джануша? Конечно, конечно знаю. Ох, маэстро меня убьет, абадар, за что мне это? Дайте карту, я покажу, где у него временное убежище. Октавия с Ригангаром переглядываются. Выглядит как ловушка. Ну, конечно, ловушка. Это же маэстро. Ам, так. Хм, 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 хм. Керик, тебе нельзя возвращаться. Оставайся у нас. Башмачник тут без работы не останется. Спасибо, ваша милость. Буду служить верой и правдой, как самому маэстро. Хотите, я и вам новые подметки приложу. Вы, наверное, в походах много обуви снашиваете. Ох, простите, что я такой болтливый. Это от нервов все. Храни вас, абадар. Дворь спешно покидает таверну. Ну что ж. Теперь мы знаем, где нас ждет Джануш. Правда, он знает, что мы идем. Но и мы знаем, что он знает, так что у нас преимущество. А он знает, что мы знаем, что он знает. Регангар с преувеличенной серьезностью хмурит брови. Рассмеявшись, Октавия легонко щелкает Регангара по носу. Тот не сел и сохранять на лице серьезное выражение, присоединяется к ее смеху. Хе-хей. Ну, давайте сходим к нему. Мне вот интересно стало, а мы можем нашему башмачнику построить здесь, ну, этот, мастерскую. Кстати, в эту тему, раз у нас денег развелось, давайте чуть-чуть, чуть-чуть, на всякий пожарный. Просто вот вдруг пригодится, очков строительства закупим. Они нам не помешают. Так. Где они есть-то? Еще же я их сразу не взял, я не знаю, но, видимо, сумку уже замаячила, знаете, перед носом. Эть, эть, о, вот так вот. Ништяк. Просто на черный день, знаете, если вдруг что-то происходит, а у нас их совсем нет, это плохо. И Кандея стоит, ждет своего часа, но, как я и сказал, сначала мы с вами побеждаем проклятие, а потом уже начинаем действовать в остальном. О, Лысый холм. А неужто мы можем уже на Лысом холме все сделать? По-моему, нет, тут что-то, кстати, странное произошло. И где этот лагерь Технолигии? Это старый лагерь Технолигии или новый лагерь Технолигии? Или что это? Вот здесь какой-то тупик какой-то. Эй, временный лагерь Технолигии, ничего. Так, окей. А где он находится-то? Ха. А где он? Где он? В убежище Технолигии. Но это же не временный лагерь Технолигии. То есть, должно же быть что-то, что-то. Я вот не вижу, если честно. И что за фигня? Там арестов. А здесь ничего. И здесь, кстати, я тоже не вижу нифига. Что за бред? Давайте на Лысый холм, что ли, сходим. Не знаю. Может, там все уже началось, да? А может, и не началось. Никто не может этого знать. Но на всякий пожарный, всякие ништячки, мы нам кинем. Защита от закона, защита от хаоса, героизм, ловкость, автоатака. По большому счету, все кинули. Сейчас будет прикольно, если мы туда дойдем, а там пока что никого. Хотя нет, смотрите-ка, все цветет. Ха. О! Узреть незримое коллективное. Вспомнил вовремя. Хм. Потому что враги очень любят пропадать. Во. Амири тоже вперед. И давайте, знаете что? Сыграем песенку, естественно. Кинем молебен. И кинем ускорение. Все шло прекрасно, пока все не побежали вперед. И я вспомнил, что забыл кинуть, увидеть незримое коллективное. Оно нам сильно поможет. Итак, Валерий, вперед. Потому что там они невидимые немножко. Беда-беда. Итак, Валерий, назад. Давайте ее куда-нибудь отведем. Так, самое время Октавии кидать нам ускорялочку. Да. А нашему персонажу начать играть музыку. А вот Тристин может, кстати, взять и, допустим, кинуть молебен. Так, Валерий добегает куда-нибудь вот сюда. Так, чтобы они не прошли. И давайте Амири выбежит вот сюда. Амири. Вот. Амири тоже встает на холд, как и все. Амири приходится контролировать постоянно. Она наносит дофига урона. Она постоянно пытается куда-то сбежать. Это очень сильно огорчает, Эй, Джубилост. Я сказал всем стоять и ждать. Так, и давайте наш персонаж, наверное, возьмет и призовет. Не зря же у него есть книга заклинаний. Давайте в этот раз мы воздух призовем. Посмотрим, что он из себя представляет. Так. Эй. Эй-эй-эй. А как это закрыть? Воздух, я сказал. А, ну все. Глюк небольшой. Джубилост. Не это. Не кипишу, ребят. Все стоим. Все стоим, ждем. Ждем. Эти твари прекраснейшим образом идут к нам. И нам нет смысла выбираться из зоны нашего комфорта. Чтобы хоть кого-нибудь из них повредить. Ой. Там идет большущая тварь на этот раз. Давайте-ка мы... Давайте-ка мы призовем скелетов. По них хоть и старое низкоуровневое заклинание. А мире вот шаг делать и можешь атаковать. Но они при этом танкуют какое-то время. Все. Теперь надо пилить вот этого призванного огромного элемента львы. И там осталась мурена. А в этот раз, кстати, все гораздо проще проходит. Как-то вот прям очень нравится. А здесь бомбы закончились. Да мать вашу. Как неприятно. Я хотел сказать, что мы сейчас диспельющую бомбочку кинем. Но не кинем. Правда, Октавия может кинуть опаляющий лучик свой. Он у нее очень крепко заходит. Да? Не зашел. Ладно. Октавия может кинуть волшебные стрелы. Они должны хорошо зайти. И наш персонаж. Было бы неплохо, если бы он вышел вперед и попал по девчулям своей ауры. А вот Тристин может выйти тоже вперед и, допустим, кинуть молебен, который поможет нашим и помешает вашим. Да? Вот. И давайте-ка Амери все-таки в ярость падет. Чего-то она фигней страдает. А у нас ускорения больше нет. Ускорение есть, кстати, в свитках. Если вспомнить. Так. Ну, вот так вот. Вот так вот. Ага. И давайте-ка. Эй. Эй. Потерял совсем я нашего персонажа. Давайте ускорение кинем, потому что иначе мы девчули можем ковырять, не знаю, тысячу часов. А тут как бы жара пошла потихоньку. Но она, кстати, на последнем издыхании уже. Эй. Фигасяна, конечно. Крепкая, крепкая. Но, увы. Отлично. С проклятием разобрались. Давайте посмотрим, что здесь нам досталось. Нам достался какой-то ништячок. Нам достались всякие части виверны и прочего. Снимем шкуры все-таки с них. Да, наш персонаж уже... А, перестал играть. Все хорошо. А что это за ништячок? Кольцо защиты плюс три. Наш персонаж, кстати, плюс один. Да. И подарок Тартучева, пожалуй... Ммм, он дорог мне как память отчасти, конечно. Но плюс три это плюс три. Ладно. Котика вернем. Да. Кстати, его надо постоянно перевозывать или как? Должен с нами бегать. Окей, можно вернуться в столицу, отдохнуть. Но либо поискать убежище технолиги. Один момент. Ага. Вот что я пропустил. Блин, и нам необходим Ригангар. Ну, че? Ну, че? Ну, че, видимо, нам придется брать с собой Ригангара. Видимо, по-другому никак. Ммм, площадь, что ли? А, хотя я вспомнил. Нам же надо дождаться отчета о произошедшем и услышать, наверное, о следующем проклятии. Я так чувствую, оно будет у нас происходить довольно-таки регулярно. И расслабиться оно нам не даст совершенно. Ну, что поделать. Поэтому давайте, наверное, сначала услышим о том, что там в этом всем есть. Так, че мы можем? О, отлично. Э, совсем мало денег. Ну, что поделать. Да, давайте с проклятием уже тогда закончим, чтобы спокойно было. И потом мы с вами смело возьмем Ригангара, Октавию и двинем в Технолигу. Так уж и быть. Ну, тогда есть план. Ммм, ну, точнее... Блин, только что была гениальная идея, пропала. Ладно, ладно. Нам остается только ждать... О, триумф! Людям барона удалось схватить фею с поличным, отобрать все золото и выиграть с Дашей. Ух ты, и мы получили 50 очков строительства еще, кажется, за это. А, а давайте их сразу и потратим. А? Или нет? А что у нас есть? 233 очка строительства. И там была какая-то тема, тренировка. Не, экономика. Не. Ространга. Не. Ладно. Личное золото. Вот. Сори, задумался. Случайно кликнул не туда. Итак. Что у нас? Больнодумцы. Одна из деревень отказывается признавать власть. Они не хотят жить своим умом, как было при рогаче. Если их соседи увидят, что им сошло с рук... А, они хотят жить своим умом. А сошло с рук подобное преступление, они тоже откажутся от присяги короне. Государство развалится, если в нем не останется подданных. Да, но решать пока это некому. А, ладно. Ух ты. Дворянка в беде. Минус армия, минус стабильность. Здесь болотные проказы. Успех. Плюс три. Так, вольнодумцы, кто-нибудь решит? Каосиль решит. Так. Поданные бароны выражают ему свою полную преданность. Этим следует воспользоваться. Октавиа воспользуется этим. Так. Ну, а где отчет-то? Ага. Глава владык мечей просит вашей помощи. Ваша милость, срочная весть от Джаманди Алдори. Владычица мечей прислала письмо, в котором просит вашей помощи в разрешении странной проблемы. Вот ее послание. Пожалуйста, прочитайте его, когда у вас будет свободная минута. Леди Алдори просит вас немедленно направиться в Варнхольд. Баронство, которое возглавляет Майгар Варн. Храбрый воитель, отважившийся взять на себя покорение диких земель. До недавних пор он охотно докладывал ладыкам мечей о своих успехах, но недавно с Варнхольдом полностью прервалось любое сообщение. Конечно же, такое странное событие не могло не беспокоить нас. Джаманди Алдори рассчитывает на вашу помощь в этом странном деле, тем более, что она наслышана о ваших добрососедских отношениях с Майгаром. Вам следует отправиться в Варнхольд и выяснить, что произошло с бароном и почему он хранит в молчании. А что нам известно о Варнхольде? Это баронство похоже на ваше. Его основал наемник Майгар Варн. Если помните, он получил титул одновременно с вами. Майгар Варн – третий или четвертый сын в роду. Следовательно, рассчитывать на наследство от Салм не может. Похоже, он надеялся основать собственное поселение и таким образом добиться богатства и преуспевания. Как ты думаешь, что там произошло? Хм, переворот? Восстание? Но тогда бы в соседних землях появились беженцы. Что бы там ни произошло, это что-то было действительно масштабным. Настолько, что даже спустя несколько недель никому за пределами Варнхольда неизвестно, что именно там случилось. Может быть, Варн сам прервал общение с Рестовым? Судя по письму Алдори, исчезновение едва ли было добровольным. В противном случае нашелся хотя бы один человек, который добрался до соседних земель и сообщил о том, что происходит. Какое дело владыкам мечей до Варнхольда? Роман Диалдори ищет союзников во всех, кому можно хотя бы немного доверять. Учитывая, что Варнхольд своего рода фартпост на востоке речных королевств, она заинтересована в том, чтобы окраины Дунсворда были под присмотром. Хм. Варнхольд расположен по соседству. Нужно выяснить, что произошло с ним, прежде чем подобную участь постигнет и нас. Тогда самое время собрать отряд и отправиться в путь вашей милости. Эй. Это кто? А, это ювелиш, смотрите-ка. Лицо ювелира сияет. Ваша милость. Прошу, примите этот скромный дар в знак моей глубокой признательности, уважения и всего остального, что там положено по протоколу. Очень надеюсь, что вам понравится. Я старалась. Ага. Прекрасно. Жду, не дождусь твоего следующего творения. Широко улыбнувшись, мимо отходит взгляд в сторону. Поверьте, я вас не разочарую. Кстати, раз уж я здесь, недавно мне в голову пришла гениальная идея. Это будет нечто совершенно особенное, неповторимое. Возможно, лучшее, что я когда-либо создавала. Мимо убирает с олба непослушную прядь полос. Правда, пока не могу сказать, что именно это будет. Но я знаю, как мне это понять. Для этого мне нужно, чтобы вы выполнили три моих желания. С одним уже покончено, осталось два. Пожалуйста, навестите меня в мастерской, там я вам все расскажу. Окей. Почему бы и нет. На этот раз беда обрушилась не на нас, а на соседей. Вардхолд, небольшой городок, с востока от нашего баронства, вот на счастье обезлюдил. Обезлюдил. О. Ладно, но при этом мне хочется все же получить отчет по проклятию. Так, письмо. Экономика, альпинизм. Во. Вот это пригодится. Калики, альпинистка со стажем. Ее знания и навыки помогут нам быстрее пересекать гористые местности. А вдвое увеличивает скорость движения по горам. Вот это нам точно пригодится. Так. А, кстати. Лавку башмачника у нас нет опции построить? Или все же это была такая зарисовочка и все? Хаффлинг с копиварами. Да, видимо, это была просто зарисовка. Ну, что поделать. Тогда, 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 тогда давайте двигать дальше в путь. Я тут подумал, что вполне возможно пропавший брат тоже может быть связан с технолигой. Если это действительно так, то мы с вами, скорее всего, сможем убить двух зайцев одним выстрелом. Плюс попутно зайти к мим и узнать, что она хочет. Фу. Смотрите. Плюс два ко всем спасбратскам. Ух ты. А, письмо. Давайте почитаем. Кураж, у меня есть проблема, обратиться с которой я могу только к тебе. Мне нужно, чтобы кто-нибудь отправился в колонию, расположенную к югу от Рестова, и выяснил, что там происходит. Город носит название Варнхолд и был основан Майгером Варном. Ты видел его на приеме в честь получения своего нового титула. Недавно я перестал получать от него письма. Я не придал этому большого значения, однако в последние дни в Рестов не прибыл ни один путник, торговец или посланец из Варнхолда. Никто не знает, что произошло с городом. На твоем месте я бы как следует подготовилась к этому путешествию. Равнины Дунсворда опасны. Вдобавок, нам неизвестно, что именно заставило жителей Варнхолда прервать общение с внешним миром. Хорошо спланирована атака, магическое воздействие или эпидемия подучей. Я не отказалась бы сама собрать отряд и отправиться на юг, однако текущее положение дела удерживает меня от самостоятельных действий. Я рассчитываю на тебя и твою помощь. Отправляйся в Дунсворд и выясни, что или кто стоит за исчезновением Варнхолда. Твой друг и союзник, владыка мечей Джамани Алдори. Окей. Удача закаленного водителя. Кстати, вот эта штука, наверное, лучше гораздо, чем то, что носит... Да, то есть обруч мудрости нам может пригодиться, мы его уберем. А вот плюс два ко всем спасброскам, тогда вот этот плащ можно продать. Такой немножко микроменеджмент, но... Это пригодится. А мы с вами уходим. Ну, я не знаю, Октавия и Ригангар, конечно, бесконечно милые, но путешествовать с Ригангаром меня задалбывает. Он постоянно предлагает какие-то грубые расправы и так далее. Но знаете, как в Тусе зачастую бывает какой-нибудь странный тип, который предлагает вообще лютую хрень. И все на него смотрят, типа, блин, чё? Но никто ему ничего не говорит, потому что тип очень странный, и все боятся, что он их прирежет, например. Ну, обычная, на самом деле, компания, как оно и случается. Вот. Примерно такой Ригангар как раз. Чего? Куда? Как? Я нифига не понял. Почему мы одни вышли... Чё за фигня происходит, а? О, хранительница цветов. Знакомый силуэт нимфы возникает перед вами. Ее лицо неподвижно, но в глубине глаз бегут грозовые облака. Куда ты так торопишься, моя гончая? Навстречу собственной смерти? Зачем ты здесь? Снова попытаешься меня убить? Зачем я здесь? Повторяет нимфа так, будто сама только что задалась этим вопросом. Убить? Не сегодня. Верили, не верь, но я пришла не со злом. Я наблюдала за тобой, моя гончая. Ты спасся из моей ловушки, нашел и погубил мой прекрасный, неувядающий цветок. Так много воли в жизни, в хрупком, смертном создании. Когда-то давно мне было горько видеть цветы, сминаемые ветром. Но сегодня я смотрю, как ты бьешься, словно мотылек в паутине, и не могу отвести глаз. Я побывал в Первом мире и узнал кое-что о тебе и твоем проклятии. Болезненное любопытство звучит в голосе нимфы. Откуда? Впрочем, к чему спрашивать? Мой родной, мой безумный мир, таит много чудес. Никогда не угадаешь, что он откроет и кому. Что ты думаешь о гордой, горькой, павшей нимфе? Теперь мы огончие. А-а-а. Так. Хм. Я пока знаю недостаточно, но хочу узнать. Расскажи мне, расскажи правду. Кажется, я ошиблась. Ты не моталек в паутине. Ты из тех, кто сам летит в огонь. Глаза нимфы вспыхивают и гаснут. Ах, тень набегает на ее лицо. Почему ты думаешь, что я стану говорить с тобой, расскажу правду? Не обманывай, мой интерес к тебе лишь проявление любопытства. Еще раз хочу спросить, зачем ты здесь? Ответь честно, потому что в разговоре полном загадок я смысла не вижу. Гнев вспыхивает в глазах нимфы, но это страшный, странный гнев. В нем чувствуется растерянность. Почему бы хозяйке не навестить ручного зверя, прощаемая огончая? Ты сам не знаешь, какие силы пробудил и бежишь к ним в пасть. Если ты справишься с ними, я не буду разочарована. Если сгинешь, забуду тебя на следующей же заре. А нас хотя бы отсюда выпустят без боя, а? Я просто очень не хочу сейчас долго-долго прорываться. Вообще, что это было? Ну, то есть нас в любой момент, может, эта нимфа прийти, такая, похитить и сказать, ну окей, нам надо было поговорить. Мир, кстати, этот действительно очень странный. Просто не стоит забывать, что при прочих равных мы все еще бард. Офигеть. Знаете что? Ну его нафиг после всего этого. Что за жрица, кстати? Э, ничего. Так вот, после всего пережитого, ну его нафиг, давайте в следующем эпизоде начнем с этим разбираться. А пока спасибо Андрею Фиолетову, спасибо Максиму Вауеву, спасибо Мэйхаму за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну и огромное спасибо всем вам. В общем, да, видите, закрутилось, завертелось, тут квест, там квест, сям квест. Короче, есть что делать, плюс это нимфы что-то очень таинственное мутит. Как-то будем все это решать. А на этом все, всем удачи, счастливо, пока-пока, до встречи через пару дней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok